Я приветствую вас, дорогие друзья, на канале Чувство Знания Виталия Ерофеева. Сегодня я приглашаю вас отправить вместе со мной в активный поиск отношений и связей между мужчиной и женщиной. И приглашаю вас к некоторому размышлению над той концепцией, которую я вам здесь выскажу. Как действительно найти своего настоящего мужчину или свою идеальную женщину. Активный поиск подразумевает некоторые действия и некоторый какой-то порядок, который вы в том или ином виде соблюдаете или не соблюдаете. Сегодня я буду говорить, конечно, больше в адрес девушек и женщин, так как для них эта тема весьма актуальна. Моя задача обозначить рамки этой концепции, а вы сможете в ней сами развить себя. Концепция очень простая, так как я считаю, что мужчину встретить в жизни в принципе невозможно, которого вы себе представляете. Так как мужчина находится совершенно в другом пространстве, он находится в прошлом или в будущем, а вы всегда находитесь в настоящем. То встретиться, пересечения сделать между вами, вашими путями очень сложно. Но это можно к этому стремиться и вы можете такую ситуацию создать, где девушка, женщина может познакомиться, встретиться с каким-то мужчиной и, как говорится, увидеть глаза в глаза своего потенциального избранника. Однако таких встреч необходимо вам сделать очень много, чтобы проанализировать потом все эти встречи и сделать какие-то выводы. И, возможно, такие выводы окажутся для вас не совсем правильными. Чтобы не было таких много-много встреч, таких много-много-много знакомств, которые вас изматывают и в конечном итоге вы тратите зря время. Я же хотел с вами поговорить о том, что существует определенный порядок, совершенно определенный порядок, благодаря которому вы можете достичь успеха. Этот успех будет длительный, он длительный будет во времени, если вы будете соблюдать определенные нормы и правила. Очень простая концепция. Концепция, которую я рассказывал в предыдущем плейлисте о следовании законам и следовании правилам. То есть мужчина, который находится в прошлом и в будущем, он следует законам. То есть мужчина знает определенные законы, которые он в той или иной сфере своей деятельности, жизни знает, как их обойти, как их соблюдать, как он знает закон в своей деятельности. То есть чтобы мужчина был уверен в себе, он должен знать закон. И мужчина законы пространства очень хорошо знает. То есть любая женщина, любая девушка очень легко и просто может написать, что должен мужчина делать для нее. То есть каким он должен быть. То есть у женщин такая замечательная способность есть прописывать мужчине должностные обязанности, каким он должен быть. Мужчина, в отличие от женщины, такие обязанности для нее не пишет. Мужчина говорит о правилах всегда. Такие правила, что необходимо женщине соблюдать, чтобы мужчина ее любил, ее обожал и тому подобное. Так вот, мы говорим с вами о правилах. То есть когда вы написали на листе бумаги о том, какие должностные обязанности вы хотите, чтобы мужчина ваш исполнял, ваш избранник. Эти должностные обязанности исходят именно из тех законов, которые мужчина знает в будущем и в прошлом. Как бы подразумевая. То есть у вас, у женщин имеется такое интересное качество. Вы не можете принять к исполнению чужой опыт. Поэтому, когда вы ходите на тренинги, какие-то лекции слушаете или читаете какие-то книги, эти знания, эта информация вы не можете применить буквально на своей жизни. Потому что этот опыт, чужой опыт, чужая информация, она не является вашей частью. Не является. Вы просто, получается, эмоциональное удовлетворение какое-то от прочтения, от участия в таком семинаре, тренинге. И вы как бы сравниваете свой уровень достижений с тем уровнем, которым показывается вам в этой информации. Но я предлагаю вам думать о чем? О том, что вы способны сделать самопознание внутреннее. Самопознание. То есть у вас женский ум, о чем он всегда думает? Он о чем всегда думает? Он думает о себе. То есть вы думаете о себе, вы постоянно себя анализируете. Свои поступки, свой внешний вид, как вы выглядите, что вы сказали, как с кем пообщались и так далее, и так далее, и так далее. То есть ваш ум работает на коротком плече таком, на коротком. Туда-обратно, туда-обратно. То есть короткое плечо знания о себе, собственного опыта. Поэтому, когда вам сообщают какую-то информацию о том, как вы должны поступать, что вам необходимо делать для того, чтобы встретить, найти своего мужчину, вам эта информация очень далекая. Она вас не касается, она непосредственно не участвует в вашем опыте. Вы попытаетесь применить этот опыт, но это будет длительного времени. Длительного времени. Ваш ум должен очень далеко от вас отходить. Но как только он от вас отойдет, как только такая ситуация происходит, ваш ум покидает вас и пытается именно поучаствовать в чужом опыте, вы теряете ощущение уверенности. Вы теряете. А вам очень важно иметь уверенность в себе. Уверенность вам дает что? Состояние покоя, состояние мира. Вот к этому состоянию мы и будем обращаться, когда будем создавать тот самоопознание, тот процесс поиска мужчины, который я вам сейчас покажу. То есть, ваша задача очень проста. Очень проста. Вы должны обратиться к своему внутреннему миру с каким-то запросом, нравственным запросом. Вот давайте возьмем такой пример простой. К примеру, мужчина-предприниматель. Это распространенная цель у девушки, у женщины, чтобы мужчина чем-то занимался, чтобы это приносило ему постоянный какой-то растущий доход. И чтобы ваши потребности он мог удовлетворять и потребности будущей семьи. Так вот, у предпринимателя он определенные законы знает для того, чтобы осуществлять деятельность в обществе. То есть, когда мужчина участвует в конкурентной борьбе, что создает в обществе? Он создает недоверие. То есть, люди перестают доверять друг другу, меньше доверяют. Тогда вы, женщины, уважаемые, любимые девушки, что вы должны делать? В своем внутреннем мире, в своих внутренних оценках этого мира, вы создаете больше доверия, наоборот. Наоборот, больше взаимопомощи создаете. То есть, вы действуете по правилам внутреннего покоя. Если в вас ваши действия, ваши поступки и ваши даже немотивированные какие-то поступки приводят в состояние большего покоя, значит, вы создаете правильное действие, правильный поступок. Если вызывает вас беспокойство, то вы, наоборот, сопределяетесь такому действию, сопределяетесь такому поступку, такому разговору и тому подобное. И из этого исходит такое интересное качество женское, когда с внешней стороны люди смотрят и думают, какие-то нелогичные поступки совершает девушка, женщина. Вот эти нелогичные поступки исходят именно из этих внутренних ваших мотивов, внутреннего состояния покоя или состояния беспокойства. То есть, у вас должен быть внутренний мир, внутренний мир, внутренний покой. Мужчина, который является вашей целью, вашей мечтой, он, наоборот, создает внешнее беспокойство в мире. То есть, он там действует, он предпринимает какие-то усилия, но в какой-то пространстве в этом стоит беспокойство. Так вот, чем больше беспокойства мужчина создает, тем больше покоя вы создаете в себе. То есть, вы соблюдаете как бы нравственные правила, которые создают определенную вокруг вас среду. Так вот, как же встретить такого мужчину, когда вы будете соблюдать правила, а мужчина знает законы, но вы законы, кстати, не знаете. Вы с ним встретитесь где? Вы встретитесь с ним в событии, то есть в событии, которые вы попадете в оба. Он попадет в силу того, что он знает законы, а вы попадете в это же событие в силу того, что вы соблюдаете определенные правила. То есть, активный поиск, активный поиск, внутренний поиск, в первую очередь, внутренний поиск себе, покоя или беспокойства. Следование тем или иным моральным, нравственным правилам, которые находятся в резонансе с законами, которые знает мужчина, которые позволяют ему действовать в пространстве будущего или прошлого. Но вы находитесь в независимом времени, вы находитесь в настоящем, в этом настоящем времени законов как бы нет, но есть правила. И вы эти правила соблюдаете. Соблюдаете для того, чтобы мужчина мог к вам с вами соединиться в пространстве времени, в каком-то событии. Это не какая-то тусовка, это не какая-то там презентация или встреча какая-то, да, где приходит много мужчин, и вы среди них тусуетесь, ходите, смотрите, где же ваше собрание, ищите глазами, кто вас заинтересует или кого вы заинтересуете. Нет, когда вы встретитесь в таком событии со своим мужчином, он будет для вас как единственный, как космонавт, единственный в космическом пространстве. И вот этого космонавта своего вы там встретите. Вот таким образом, дорогие друзья, я скоро наговорил, какой-то небольшой видеоролик, который называется «В активном поиске». Поэтому приглашаю вас к таким экспериментам самопознания внутреннего мира, состояния покоя, состояния беспокойства, следования каким-то правилам. Поэтому всем пока, до новых встреч. С вами был Виталий Ерофеев.